Подводим итоги матча Кафе Италия-Лента. Победа итальянцев с счетом 6-3 в нашей после матчевой студии Максим Михайлов и Александр Фирюков. Максим, ну как играть с Лентой, так какие-то аномалии погоды. Прошел снег, сейчас без перерыва дождь. Ну давай, рассказывай. Первый тебе вопрос. Следил вчера за онлайном Ижора или не следил, когда она уступала в первом тайме 1-4? Не потирал ручки? Нет, не следил, видел же итоговый счет. Ну, почему-то у Ижоры все игры такие напряженные, они то ли отыгрываются, непонятно, что там у ребят с составом. Но самое главное, добывают свои три очка, идут и идут. То есть как игра проходила, это уже не важно, если счет на толпу. Поэтому молодцы, идут, не теряют. Мы тоже стараемся. Ну давай, подведи итоги сегодняшнего матча. Вот как раз с такой погодой, повторю, что это твои слова, все команды равны, то есть будь то с разных полюсов турнирной таблицы. И мне, если честно, нравится такая английская погода. Поэтому ребята молодцы, очень хорошо повели в счете, отыгрывались, показали характер. Ну, у нас, не знаю, что, наверное, на классе чуть-чуть. Ну, у вас сегодня отметился голым дебютант Михаил Родин доехал. И, я так понимаю, еще один новичок сегодня голым отметился Сергей Который. Да, ребята хорошо сыграли там, свои моменты забили. Ну, молодцы, значит, не зря взяли. Будем смотреть дальше по одной игре. Сложно что-то сказать. Ну, а так, доволен всеми ребятами, которые и новенькими, и старенькими. Молодцы, проявили характер. Саша, в прошлом туре официально покинули премьер-лигу аж за сколько-то получается, за шесть туров. Скажи, как-то это на вас морально влияет или вы уже мысленно еще там в первом круге или там в конце первого круга уже предполагали такой исход и как-то это на вашу игру сейчас отразится? Ну, наверное, нас это наоборот зацепило, подернуло, выходили мотивированные довольно-таки на игру. Ну, может быть, погода внесла в коррективы. Первый тайм у нас получался. Ну, хорошо сыграли, счет был равным. На второй вышли и пропустили какой-то быстрый гол непонятный. Соперник хорошо там угловой, интересно, домашняя заготовка была и оказались не готовы. Ну, и вторую половину тайма, наверное, уже провалили. Не скажу почему, силы были, замены были, бились, играли. Ну, что-то, видимо, да, может быть, оппоненты прав на классе выиграли нас. Потому что ты не любишь такую английскую погоду? Ну, наверное, нет, да. Ну, потому что трудно комбинировать. Больше вот свалилась игра на удары на какие-то издалека, на забросы, на столба пробовали играть. То есть, ну, труднее, да, цепляться за мяч, но опять-таки отскок другой. Ну, да, не очень погода. Я понял, соперник победил на классе, но как вы планируете в оставшихся пяти матчах дать бой своим оппонентам? Да, конечно, мы будем, ну, до конца играть, собираться. На прошлую игру не смогли, ну, да, играли в семером, но уже этот тур знали, что вылетели и народ приехал. То есть, нет, никто не опускает руки и будем давать бой, конечно. Ну, хотя бы себе доказать, что мы чего-то стоим, что мы можем играть и достойно. Макс, хорошо, что ты дошел до студии. Есть пара вопросов интересных. Задавал твоим, но никто не ответил. По поводу вратарей все-таки. Ты говорил перед стартом Премьер-лиги, что два вратаря равноценны, они у тебя играли по игре или по тайму. Но сейчас Павел Тетерин прочно занял позицию номер один, а Андрей Мельников, ну, скорее, подстрахующий. Можно так сказать, что у вас определилась ситуация с первым номером в команде? Ну, да, можно так сказать. Сейчас вообще очки терять нельзя, если поначалу Премьер-лига для нас новый турнир. Соответственно, мы не понимали ни уровня команд. Ребята играли по матчу, мы их так просматривали. То уже после зимы так получилось, что на данный момент Тетерин является первым номером. Но большое спасибо, и Андрей Молодец, что не опускает руки, всегда готов на минуту, на пять, на четыре, на тайм, либо на всю игру приезжает. То есть за вот это большое спасибо вратарям, что оба присутствуют на игре. Мне это очень нравится. Ну, вот ты сегодня наконец-то вышел. Можно сказать, что залечил все свои болячки? Ну, можно сказать, да, уже восстанавливаюсь, уже позволяет играть немного. Но, опять же, все мое, так сказать, мастерство и игры в футбол двумя ногами. Но сейчас я левой вообще пытаюсь не играть, берегу ее. Все-таки не отпустило, но, слава богу, что уже бегаю, уже какую-то передачу могу отдать. Дальше, надеюсь, восстановлюсь полностью уже. Под дежур ногу бережешь? Да, у меня там запасная в багажнике есть на всякий случай, да, но под дежур берегу, да. Спасибо, удачи в дальнейшем. Продолжение следует...